доброго времени суток кто зашел в гости видео познавательное для тех кто интересуется вопросами здоровья но и хочет свое здоровье держать в принципе под контролем по возможности видео будет про рак про диагностику рака про диагностику рака кишечника которую можно сделать во франции после пятидесяти лет бесплатно после того как женщине исполняется 50 лет она по почте получает два приглашения на анализ одно приглашение слева ле де пистаж де канцер дюса то есть это диагностика груди рака груди маммография и второе ле де пистаж де канцер коллекторал это диагностика рака кишечника маммографию я делала в прошлом году поэтому в принципе просто это оставлю на следующий год мужа маммографию предлагают делать каждые два года ну пока женщина еще не очень старая скажем так два слова про маммографию потом перейдем к анализу на рак кишечника как это выглядит и как это надо сделать рак груди довольно популярный рак который все чаще и чаще поражает молодых женщин поэтому во франции предлагаю женщинам от 50 до 74 лет раз два года проходить процедуру маммографии дабы диагностировать рак молочной железы приводится статистика что на тысячу женщин как правило 7 женщин констатируют что у них рак молочной железы и рак груди но и так как рак молодеет то конечно сейчас лучше женщинам после 40 50 маммографию делать рекомендация раз два года женщинам от 50 до 74 лет даже если нет сиптомов делать маммографию у меня мастопатия я начала делать маммографию где-то в 40 лет каждые два года я делаю маммографию если кто не делал тут есть маленькая брошюрка показано рассказано как это делается забота здоровья французов проходит через институт националь дюкенсер то есть организация которая заинтересована благосостоянием нации дает эти тесты которые могут на ранней стадии определить рак груди или рак кишечника не знаю точно не буду утверждать но возможно мужчины получают тест на простату потому что это тоже очень популярная форма рака у мужчин рак груди очень известен у женщин многие знают что это такое делали неоднократно маммографию а вот диагностика рака кишечника многим незнакома и наверное я покажу тест и расскажу как он делается здесь написано тест очень простой и очень быстрый он the simple rapid который поможет спасти жизнь естественно если на начальной стадии рак диагностируется то его можно как-то лечить а когда уже четвертая стадия то лечить крайне сложно ну и человек обычный на последней стадии уже обречен и так что это за тест как его сделать сделать его можно в домашних условиях за буквально 5-10 минут тест бесплатный вчера я была у доктора побеседовала с ним на разные темы ну и вот так как мне прислали эти приглашения маммографию я могу сделать следующем году а вот этот тест я делаю первый раз и до этого я вообще не знала что он даже существует обследование в виде колоноскопии довольно сложная напрягает очень сильно а вот этот тест можно сделать дома в домашних условиях и для этого много ума не нужно и времени этот пакетик можно взять как у терапевта так и в аптеке ну или терапевт выписывает я вчера пошла к врачу он мне сразу выдал этот пакетик открыл и просто я с ним поделись дискутировала на некоторые вопросы в этом тесте что там заполнить точно ну чтобы не делать ошибок глупых ты исключает себя конверт куда будет упаковаться этот тест маленький пакетик куда надо будет вложить пробирку саму пробирку в которой жидкость и кисточка и посадочный такой бумажный пакет который используется для как сидушка для унитаза иногда такие сидушки мне кажется я в америке когда-то встречала что можно вынуть белую такую бумагу кладешь на унитаз и как бы но дезинфекция вот примерно такая сидушка используется для этого теста но она с липучками для того чтобы ее прицепить к унитазу чтобы можно было сесть на него сходить туалет взять анализ запаковать и отправить лабораторию бесплатно сидушка бумажная в виде кармана когда крепится к унитазу вниз опускается и получается как кармашек когда вы садитесь на унитаз вы идете в туалет откладывайте туда свою колбаску макаете кисточку в эту колбаску возвращаете кисточку в пробирку бумажка отправляется в унитаз пробирка отправляется в лабораторию бумажка в виде кармашка как я сказала имеет липучки чтобы она держалась на унитазе и это одноразовый вариант условно клеится бумажка к туалету ну вот у меня драмадер маленький верблюд который привезла с марокко представим это ваша колбаска дальше вы берете кисточку мажете возвращаете в пробирку еще раз условно клейкой стороной там где скотч клейкая сторона крепится к унитазу дальше вы садитесь он немножко прогибается вниз кармашек идете в туалет берете кисточку из пробирки там жидкость берете кисточку мажете вашу колбаску закладываете обратно кисточку пробирку закрываете здесь пишется дата имя и отправляете в лабораторию каждый пакетик сопровождается анкеты которую надо заполнить на пробирке надо написать свое имя и дату когда сделан анализ а также там снимается специальный штрих-код клеится на анкету и на проверку штрих-код находится в приглашении когда присылают по почте а дальше я взял этот анализ куда вот эти штрих-коды снимаются все это складывается в пакетик ну по крайней мере пробирка чтобы она не поломалась не испортилась то специальный пакетик для пробирки дальше герметично все запаковывается кладется конвертик тут написано что это материал биологический специальной категории отправляем лабораторию ждем пару недель и через по ней пару недель вы получаете ответ если у вас раковые клетки анализ как и маммографию предлагают делать раз-два года анализ на раковые клетки кишечника если в семье кто-то болело раком человек находится в группе риска сто процентов рак может появиться у него в любую минуту в любой области если есть возможность провести какой-то тест такой быстрый за пару минут и бесплатно отправить анализ в лабораторию почему нет колоноскопия процедура довольно томительная надо готовиться пить специальное ослабительное которое очень сильно проносит потом ложится под наркоз но в общем процедура длительная но нельзя сказать что она очень сложная и и делала и врач мне вид можно сделать еще раз нужно сделать еще раз когда я первый раз делала колоноскопию я еще была замужем и я своего мужа оставила на помещение своих документов ну той сумку с вещами своими личными да и я жила в его квартире ключи от квартиры мы жили вместе в одной квартире я живу одна и мне свои вещи не на кого оставить то есть я должна лечь под наркоз и оставить свои вещи без присмотра практически ну в общем то я не стремлюсь делать это обследование я нахожусь точно в группе риска так моя мама умерла от рака у нее была диагностирована лейкоз 2001 году 2002 она умерла и буквально за пару недель до того как она умерла у нее разболелся живот в области аппендицита я отвезла ее в больницу ее разрезали а там был не аппендицит там был рак кишечника все больные раковые получают гормональную терапию есть такой препарат преднизолон этот препарат сильно разъедает слизистую и многие люди заканчивают раком кишечника они тем раком с как чего они начали сейчас конечно есть новые формы методики лечения потому что когда моя мама умерла это было 20 лет назад тогда вообще сложно было чем лечить и мне сразу сказали что шансов нет она умрала очень быстро в течение года сегодня многие люди у которой даже где-то диагностируют на четвертой стадии иногда борется два-три года а то и более но на ранней стадии болезнь легче лечить меньше надо удалять и в общем то больше шансов на выживание если у вас проблемы с кишечником можно уточнить у врача можно ли сделать этот тест ранее возможно заплатить но пройти это обследование есть какие-то показания у меня были проблемы с кишечником я делала колоноскопию много лет назад лет 10-12 еще была в браке было были подозрения на болезнь крона но врач сделала обследование сказала ничего нет и сказала меньше нервничай пару лет назад я была у гастро врача и он меня пощупал я не худенькая я кругленькая со всех боков он сказал ну типа не надо делать это обследование колоноскопии это наркоз то-се ну не надо так не надо но мне дал хорошее лекарство но немного слабительное если вдруг у меня плохо что движется в кишечнике я пропиваю и все нормализуется но я рада что есть вот такой легкий анализ который можно сделать домашних условиях за две-три минуты отправить лабораторию бесплатно и обследоваться и не надо делать что-то очень сложное тяжелая колоноскопия не нервозная такая процедура надо приехать в больницу за день до этого ничего не есть только пить слабительное потом ждать когда тебя отвезут на это обследование ты лежишь там на этой каталке ждешь когда операционный блок освободиться последний раз когда дело рядом с вы лежал мальчик который просто рыдал у него был явный гастрит все лицо было обсыпано он был очень молоденький видно были проблемы у него по гастро потом тебя заводят в операционную делают наркоз делают обследование просыпаясь под кислородной маской полчаса там лежишь отходишь приезжаешь палату там ждешь результата на это уходит полдня еще на подготовку сутки этот тест делается в домашних условиях 5-10 минут надо просто сходить в туалет кисточку обмакнуть в ваше сокровище вернуть пробирку запаковать конверт и отправить и отправить в лабораторию и дождаться результата вот такое маленькое видео жизненно-познавательное думаю других странах как-нибудь тоже появится когда-нибудь появятся такие тесты простые легкие доступные но нам во франции надо радоваться что она заботится и предлагают бесплатно сделать подобные тесты не все люди не во всех странах могут пройти такую диагностику бесплатно быстро и легко сдаем тесты и надеемся на лучшее на лучший результат который должен потом вернуться по почте есть еще похожий тест для женщин на рак матки когда берется у врача этот тест у гинеколога в кабинете но женщина тоже сама может отправить по почте пробирку с результатом с материалом этого теста то есть врач берет вставляет зеркало берет кусочек ткани вставляет это в пробирку запечатывает конверт ну или женщина сама запечатывает вкладывается туда анкета и отправляется по почте тоже через неделю две женщина может получить ответ если у него раковые клетки какие-то тесты делаются в кабинете врача какие-то в лаборатории но какие-то сегодня уже можно сделать дома и это радует что не надо сильно так это напрягаться легко просто доступно быстро бесплатно всем желаю здоровья познавательный ролик кто не знал будет знать как это сделать что у нас есть какие ноу-хау какие нововведения какие возможности и куда движется наша медицина прогресс скажем так медицинский возможно я еще что-то получу но вот эти два теста на маммографию и на тест на рак кишечника получила недавно так как не исполнилось в июле 50 лет и уже через месяц я получила два приглашения сделать вот эти тесты заходите в гости не забывайте подписывайтесь не стесняйтесь я сниму снимаю разные ролики про жизнь какие-то жизненно важные вопросы которые освещают здесь во франции что-то просто насущные проблемы кулинарии иногда сейчас научить очень-очень жарко сложно готовить она готовила себе на пару дней воскресенье загрузила воскресный обед ну немного гуляю иногда по парижу снимаю ролики по парижу вчера засняла несколько роликов на днях загружу так с телефона у меня загружается очень долго